Привет народ. Zero Tolerance модель K350. Я так понимаю что ребята позиционируют его как тактический какой-то нож он такой шпыряльного такого уклона очень широкий клинок ну как бы нож приехал со мной из Москвы на подлечиться немножко совсем не по центру клинок это мы выровняем но основная проблема здесь вот она основная проблема давайте попробуем вот так вот сделать вот она то есть сломан кончик это раз ну и второе Алексей просил хозяин ножа просил сделать ему процедуру а-ля Майкл Джексон то есть осветлить вот это вот покрытие снести его потому как оно ну сами смотрите как бы ножом в принципе практически не работали но покрытие все уже такое подертая пошкрябанная как бы ну совсем не камильфо то сейчас в принципе что хочу сделать это разобрать клиночек хочу разобрать нож ободрать покрытие ну и переточить а всего это плотненько откручивается просто кошмар то ли его на супер клей кто-то посадил то ли на герметик жесткий да здесь герметика налита просто кошмар все понятно дело в том что ну вот в ближайших наверное недели две я не знаю как получится но навряд ли чтобы прямо в получилось но вопрос в том что я буду делать ну не я буду делать будут будет знакомы у меня делать ремонт ванной и в туалете то есть сейчас там полным ходом идет скажем так подготовка к этому делу то есть обдирается старое все сегодня завтра еду по магазинам покупаю плитку там ванну фаянцевой фаянцевой изделия в браковина все остальное и вот наверное недели две а то и месяц будет эта процедура у меня проходить в ванной и туалете то ну как бы буду я думаю что принимать какое-то в этом участие то есть помогать каким это может быть ну то ли съездить то ли привезти что-то то ли еще что-то по магазинам это однозначно я не думаю что я буду там как бы в этой ванной сам что-то делать то есть я мне проще заплатить человеку денег чтобы он сделал свою работу не хотелось бы мне это все честно говоря увидел на ноже надпись такую многообещающую made in usa но вот когда взял в руки нож ощущение такого знаете совершенно китайского дешевого девайса не покидает меня то есть как то все так прям вот ну аж очень так хлипко хлюпко для такого огромного тактического ножа такие маленькие не тактические шайбы из материала под названием латунь подозреваю я так ну с этой стороны шайбочка еще и побольше на клиночке у нас здесь S30V написано по крайней мере ну вот я же говорил что как бы вот когда берешь руку такое знаете ощущение вот как будто берешь руки гриптилиан ощущение такое пол полной пластмассовости в руках ножа здесь нужно будет чуть-чуть еще оттянуть лайнерочек это делается очень просто здесь вот прям вот в этом месте чуть 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 буквально нужно вот эту ложбинку которую пропилили ребята из аэротолера чуть-чуть буквально в этом месте расклепать нужно будет и всего то ну хоть какой то плюс здесь наконец то нет никаких спилов пропилов на все моменте да ребята здесь максимально все попытались скелетизировать убрать лишний металл вот так это выглядит сейчас в принципе мне предстоит нехитрая процедура вот эту вот историю ободрать всю черную и сделать нож приятного такого я думаю что оцинкованного цвета что-то мне кажется что под под покрытием должен быть такой легкий стон лож ну вот в принципе закончил я только что тащить этот нож хозяин ножа просил показать как я его буду тащить сам процесс заточки Леша извини просто забыл включить камеру то есть уже когда он тащил нож тогда вспомнил ну сейчас объясню что выбило меня скажем так из колеи ну давайте по порядку клиночек сейчас у нас по центру все четко все замечательно с кончиком у нас тоже все замечательно подводы у нас ровно с двух сторон все чудово но что хочу сказать помните да нож то у нас тактический поэтому подводы у нас с каждой стороны по 32 градуса на сторону представляете да вот у меня смотрите точилка китайская и вот здесь ну буквально сантиметр полтора у меня торчит то есть вот здесь угол у меня 32 градуса на сторону ну при этом все нож должен резать то есть нож режет без проблем абсолютно вопрос в чем вопрос в том что рассчитывал я ну скажем так на устранение дефектов этого ножа то есть выровнять пяточку пяточка сейчас видите да вернее выровнять замочек оговорился сори вот так вот сейчас у нас замочек заходит лайнер заходит на самое начало даже ну даже на свою толщину как бы он не заходит при этом все давайте смотрите я ноутбук все таки угол отриха подальше а то говорят неприятные вот такие сюрпризы при этом вот смотрите как бы да я открываю нож без проблем абсолютно ну я могу это делать часами ничего не изменится то есть все замечательно лайнер держит плюс он не залипает при этом все замечательно ножичек выстреливает асист помогает все четко вопрос в чем что на обдирку клинка я планировал потратить минут 15 получилось что потратил я на это все хозяйство около полутора часов понимаете да то есть система здесь какая я думал ободрать покрытие что оно нанесено сверху просто ну здесь кроме того что покрытие сверху нанесено я таки не понял что это за фишка в чем фишка вот это вот покрытие такого я не знаю ну здесь просто сейчас свет вороненого металла такое ощущение вроде клинок после закалки только что просто прокалили его в масле ничем не шлифовали не обрабатывали хотя минут наверное сорок я его обдирал вот таким вот ершиком обдирал вот таким вот ершиком после чего на войлочном круге минут двадцать полировал на серой пасте после чего минут двадцать еще полировал на белой пасте ну и тем не менее клиночек у нас видите да какого цвета то есть все надписи у нас на местах все надписи остались видны все замечательно вот так вот наверное да вот так вот наверное ну как бы вот наверное и все по этому ножу как бы подводы получились ну здесь и были такие подводы в принципе как бы я попал в заводские заводские подводы здесь вот заточка угол заводской заточки это вот 32 градуса на сторону то есть представляете да угол заточки 64 градуса ну так что примерно вы представляли себе то есть это просто жесть ну но что у нас тактически помните поэтому поэтому какое-то реально ему применение ну я не знаю ну колбаску порезать в принципе можно хлебушек уже навряд ли потому что клиночек очень короткий но очень такой ломовитый как бы такой какой-то лом что-то им ковырять что-то им долбить такой вот усиленный у нас кончик порезался что ли ну как бы в принципе давайте попробуем я не знаю как бы это показать ну как бы без проблем вот он нож бреет абсолютно без проблем ну в принципе как бы наверное все по этому ножу Леша с тебя координаты куда осталось в общем свяжись то ли в контакте со мной то ли в skype перезвони то ли как нибудь в общем ну наверное по этому ножичку все все пока 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 пока